Всем привет! В этот раз я вам покажу вот так вот видненько OnePlus 3. Да, это третья реинкарнация самого мощного телефона в мире. Ну и параллельно с этим, конечно же, у нас это, собственно, убийца iPhone и все в этом духе из-под небесной. Вы знаете, что я достаточно долго пользовался OnePlus One, мне безумно нравился этот смартфон, и теперь вот мне в руки попал OnePlus 3 для длительного теста. Ну что у нас, вот такой вот софт-тач здесь вот картончик, очень приятненький на ощупь. Коробка может быть не такая премиальная, как была в первый раз, но достаточно прикольная. У нас здесь есть куча фишечек, собственно, пока сам смартфончик отложим в сторону, ну и, конечно же, здесь вот у нас все лежит в таком вот конвертике. Что в этом конвертике есть? Сейчас я захлястик потяну, достану, и вы увидите. Ну, понятно, здесь инструкция, все дела, параллельно с этим у нас есть вот такая вот штучка для того, чтобы достать лоток SIM Card Day. Да, в этом плане молодцы, озаботились. Ну и, конечно же, у нас есть замечательная история с зарядником. Зарядник не простой, а золотой в прямом смысле этого слова. Здесь у нас применяется технология Dash, и она позволяет нам, или Dash, зарядить смартфон максимально быстро. Ну, что-то вроде Qualcomm'ского Quick Charge, только еще быстрее. За счет чего смартфон заряжается полностью за 40 минут. Вот такие, кстати, заглушки под слоты SIM Card стояли в самом SIM-лотке, когда я его только открыл. Очень прикольно, кстати, не видел ни у кого из производителей подобного в SIM-лотках. Вот так вот выглядит кабель. У него есть два вот таких вот зажимчика, и, в общем-то, это самый настоящий USB Type-C. Какой минус? Вот такой зарядник плюс вот эта штука будет стоить под 60 бачей, и, в общем-то, это абсолютно не плюс. Даже сейчас, с учетом, там можно купить, это я имею в виду по Москве, и в Китае его заказать, получается, там около 40 долларов. По-моему, 15 стоит вот это, 20 с чем-то вот это. И это как-то немножко многовато, на мой взгляд. Но если вы вдруг захотите себе снова купить такой с быстрой зарядкой, придется раскошелиться. Если, сразу вас предупрежу, что ни в коем случае не заряжайте этот смартфон через вот этот зарядник другим каким-то кабелем. Это прям принципиальный момент, потому что что-то из этого выйдет из строя, и никогда не заряжайте другой смартфон от этого зарядника, потому что здесь нужна именно поддержка технологии, и слишком сильная сила тока будет на выходе. Давайте посмотрим на смартфончик подробнее, что он из себя представляет. В моем случае это Gray, бывает еще Gold с белой мордой а-ля iPhone. Ну, то есть, как это выглядит у iPhone. Очень тонкий смартфончик, 7,35 мм, в этом смысле прям очень-очень хорошо. Это металл у нас, алюминий, 158 грамм, 2 сим-карты, флешки не поддерживаются, зато 64 гигабайта на борту. Я думаю, что вам будет этого более чем достаточно. Ну и, конечно же, шестой Android, все дела. В такой тонкий корпус батарейка более-менее емкая не поместилась, 3000 мАч, но в защиту этого смартфона скажу, что, походив с ним дня три, могу сказать, он разряжается при очень активной эксплуатации, часам к 9-10 вечера. Этого хватает на обычный рабочий день. Ну, то есть, грубо говоря, я его в 8 утра снял с зарядки, и, в общем-то, сразу же он у меня вот так вот начал жить, эксплуатироваться и доживать до самого вечера. С учетом, что заряжается он 40 минут, он заряжается как, не знаю, какой-нибудь Jabon Up 3. То есть, вот этот вот браслетик. Поэтому, я не знаю, как к этому можно придираться. Это один из лучших показателей. Что еще нужно? Он быстро заряжается. Насколько быстро убьется батарейка, непонятно, потому что он живет слишком мало, в общем-то, в руках людей, и пока ни у кого ничего не умерло. Это у нас антенки. Понятно, очень похоже то ли на HTC. На самом деле, вот от всех понемножку. И на китайцев, и на что он только не похож. В целовой части у нас есть камера, которая умеет снимать 4К, 1080 на 60 кадров, на 30 кадров. Я, кстати, могу сказать, что это доступно только на будущих обновлениях прошивки. Здесь стоит бета-версия прошивки для того, чтобы показать вам, собственно, как он будет выглядеть к концу этого года. 16 мегапикселей разрешение у камеры, f2.0, и, в общем-то, очень даже неплохо, на самом деле, она снимает. Во всяком случае, при генерации я навряд ли смог бы, даже если бы очень захотел. С правого торца у нас находится, здесь вот, кнопка включения-выключения, достаточно широкая, удобная. Лоток для двух сим-карт, как я уже и сказал. Здесь у нас качелька громкости и трехпозиционный переключатель. Он у нас меняет режимы. Мы их сами настраиваем, на самом деле. Он немножко ребристый, чтобы его можно было отличить. И далее у нас там беззвучный, звучный, вибро, все, что угодно вы настраиваете так, как вам нужно. Штучка а-ля iPhone. Очень удобная, очень приятная. Еще на втором OnePlus была. И, в общем-то, я считаю, что весьма правильное решение. С нижней части у нас USB 2.0 Type-C. У нас здесь динамик, который, кстати, не очень громкий. Да, его слышно, но придется поставить мелодию какую-нибудь, знаете, раскачанную и усиленную. В альтернативных случаях пропустить звонок будет достаточно легко. У него очень корректная вибро. Такое оно сильно, ощутимое, но все-таки недостаточно. То есть вот в метро, если в час пик будет звонить, навряд ли почувствуете, а тем более услышать, что пришло письмо или что-то в этом духе, не получится. Для этого ставим дополнительные мелодии, сами увеличиваем их где-нибудь. Есть куча веб-сервисов для этого. Залили туда мелодию, увеличили звук. Ну и, конечно же, можно какого-нибудь All-Dest, чем угодно абсолютно. Здесь же находится у нас микрофончик. Вот он. Ну и, конечно, 3,5-мм разъем для наушников. Ничего не выпилили, очень правильно сделали. Все должно быть на месте. Сверху у нас ничегошеньки нету. Здесь где-то, по идее, должен быть второй микрофон для шумоподавления. Вот убейте меня, я его здесь не вижу. Вот он, видимо, как-то спрятался. Прям-таки очень-очень нативненько. А, вот он. Вот он, вижу. Вот здесь второй микрофон. Прям на вот этой пластиковой полоске. Скрыли, реально, большие молодцы. Влагозащиты у нас здесь, к сожалению, нету. Да, вот в этом плане, наверное, минус. Но зато здесь 5,5 дюймов не IPS, а AMOLED-экран от Самсунга. Якобы он у нас дополненный со своими технологиями и наработками. Но на самом деле это просто AMOLED с Full HD разрешением. 401 PPI плотность пикселей. Хватает за глаза. Картинка вообще шикарная. Естественно, и по цветам, и по всем основным моментам. Моментам здесь вообще, ну, никак не придраться. Что я хочу отметить. То, что если вы вдруг захотите купить данный смартфон, обязательно сделайте это при помощи сервиса Letyshops.ru. Ссылочки есть в описании. Там есть ссылочка на регистрацию, на установку расширения для Google Chrome. У снафера расширения кэшбэк будет выскакивать автоматически, как только вы зайдете в магазин, где, собственно, продается данный смартфончик. Ну и далее, соответственно, нажимаем на кнопочку, как говорите, Алиэкспрессе, Gearbest или чем-то таком. Ну и, в общем-то, получаем себе назад бабосики. А это, знаете ли, весьма-весьма приятно. А в случае с ценником данного смартфона получите что-то вроде 1000 рублей себе назад. И это, на самом деле, очень-очень хороший показатель. Во всяком случае, мне это безумно нравится. То есть, вы купили товар и себе там на чехольчик, на какую-нибудь периферичку, на наушнички вернули денежки назад. Замечательно. Мне кажется, лучше ничего и не придумаешь. Если можно экономить, надо экономить. И я, во всяком случае, альтернатив не вижу. Letyshops.ru, ссылки есть в описании. Ну, а теперь давайте дальше поедем. Мы уже будем как-то разбираться более детально со всеми моментами. Но про дисплей я вам рассказал. Забыл упомянуть про камеру. Есть датчик освещения приближения. В этом смысле классический. Разговорный динамик вне всяких похвал. Очень сочный, мягкий звук. Реально очень приятный. Ну, и, конечно же, камера 8 Мп широкоугольная. С f2.2 светосилой. Очень даже неплохо себе снимает. Внизу у нас находится сканер опечаток пальцев. Самый быстрый якобы на рынке. Ну, и он реагирует действительно молниеносно. Наверное, быстрее не реагировал на моей памяти ни один сканер опечаток пальцев, какой я только не использовал. Очень близок к этому показатель iPhone 7. Вот у него, наверное, что-то вроде того. Ну, и, конечно же, здесь есть две сенсорные кнопки. Их можно отключить. Вы получите всю эту историю у себя в настройках на экране. Следовательно, это вырубится. Сканер останется. А кнопки виртуальные появятся внизу. Ну, и куча подобных твиков. На самом деле, доступна в вот этой версии операционной системы, которая предустановлена здесь. Да, что немаловажно, OxygenOS прекрасно обновляется. Если вы поставите бету, каждый месяц будете получать кучу новых плюшек. И для беты она крайне стабильна, просто. Правда, я использую паблик бету, которого как раз обновляется раз в месяц. Это вполне достаточно для того, чтобы щупать фишечки, и чтобы получать более-менее стабильные сборки. Естественно, обновление по воздуху у нас прилетает. Я вот, кстати, открыл мельком. В моем случае, кстати, OxygenOS 354, а вот версия Android у нас 6.0.1. Да, вот так вот у нас все запускается. Как видите, это действительно у нас 6-й Android. Зефирочка. Что любопытного можно сказать по поводу всех вот этих вот замечательных историй? Да, в общем-то, то, что здесь, наверное, не столько экран важен, и все остальное, они прекрасные. Сканер четко пальцев, прекрасные кнопочки и вообще. А то, что здесь находится 6 гигабайт оперативной памяти, и начинка укомплектована по самой неболоси. Здесь есть NFC. Карты тройка для считывания поддерживает. В общем-то, для того, чтобы вы понимали. Да-да-да, все есть. Вот оно, самое это приложение. Обязательно поставьте и считывайте свои тройки без проблем и усилий. Это очень важно, но на самом деле важно. Здесь 4G поддерживается у нас K4, K4, K6, и LTE Advanced, соответственно, ну, собственно, что и есть K6. Бенды поддерживаются разные. Китайский работает у нас. Особо проблем никаких со связью нет. Если я не ошибаюсь, есть там какой-то, который в худшей степени работает. Но ищите лучший европейку, это A3003, или же покупайте его официально в DNS, еще в паре магазинов он доступен. Wi-Fi и C, Bluetooth 4.2, USB. Естественно, у нас, ну, я уже показал, здесь Type-C стоит на Beidou. Китайский на месте, GLONASS на месте. Ну, в общем-то, по полной программе. Что стоит, в общем-то, момент с железкой? Давайте дальше. Qualcomm Snapdragon 820, MSM 8996, четырехъядерный, Adreno 530 в качестве графики. 6 гигабайт оперативной памяти. Особенно с учетом, что там сверхбыстрая память UFC 2.0, соответственно, 64 гигабайта, так вообще получается сказка. Естественно, из оперативки ничего не выгружается, просто какие-то безумно крутые показатели. Если откроем галерею и посмотрим на скриншотики, а у меня, собственно, таковые здесь имеются. Сейчас мы перейдем в коллекции, нажмем на скриншотики, и будем смотреть на результаты тестов. Давайте вот я пролесну сейчас быстренько. Итак, в Antutu Benchmark у меня получилось 150 тысяч баллов. Это безумно крутой показатель. Да, есть сейчас смартфоны мощнее, но это один из самых-самых все равно мощных. И это безумно приятно. Ну и, конечно же, у нас есть вот такой вот Geekbench 4. Результат тоже сверхинтересный. Ну и вот, собственно, максималочка у нас World Wide Quality Epic Citadel 57.3 FPS. Что здесь есть? Ну, конечно же, это у нас PCMark. PCMark у нас выдал 5238 баллов. И у нас есть 3DMark, который выдал 1944 балла. В общем, действительно, по максимуму из возможного фактически вот все, что хотели, все получили. Во всяком случае, я остался более чем доволен. Давайте посмотрим, как бегает World of Tanks и GTA San Andreas в качестве вот таких вот сильных нажимов. Я так понял, по обзору как раз LMAX 2, что такое количество игрушек, в общем-то, особо и не нужно. Вам нужно, чтобы были интересные показатели в определенных самых популярных и самых-самых тяжелых. Да и, в общем-то, если эти игры идут, то другие тоже пойдут без проблем. Давайте дождемся вот сейчас у нас... А, уже прошло соединение. Ох, ты ж как радует. Кстати, очень быстрый Wi-Fi, очень быстрый 4G. Особо не понимаю, что ты качаешь по 4G или по Wi-Fi. И установка приложения занимает минимум времени. Вот это вот очень важно, потому что если, собственно, все моменты, которые вы юзаете на телефоне, включая сеть, они не особо интересны, то зачем? Зачем это все? Как видите, я выставил все на максимум сейчас. Давайте нажмем, вот выберем такой танк и нажмем в бой. Ну и, конечно же, пока он загружается, давайте немножко перемотаем. Итак, у нас запустились танчики. Давайте я поближе поднесу, чтобы вам было видно. Вот сейчас у нас здесь честные 60 FPS-иков. Давайте поедем и посмотрим, как эта история будет меняться с нашей поездкой. Нажмем, вот, например, у нас прицеливание до 60. Нажмем выстрел. По-моему, так ничего и не поменялось. И прокатимся дальше. И не надо мне писать в комментариях, что я не умею играть в танки. Я не умею играть в танки. Вы сами хотите, собственно, чтобы эта история была в обзорах в качестве тестируемой единицы. Ну да, вот я и стараюсь, насколько могу. Ну тут, я думаю, понятно, что меньше чем 60 FPS-иков мы уже и не дождемся. И бы уже проседала, и проседала бы по полной. Окей, давайте выстрелим еще разочек. Ну вот было сейчас 59. Ну, в общем, честный 60 FPS в танках. Итак, у нас GTA Sanandra сейчас запустилась. Давайте выберем настроечки. Пройдем в дисплей. Здесь у нас все выставлено на максимум. Нажмем на игра. Здесь у нас выставлено все по максимуму. И, конечно же, запустим саму игрушечку. Давайте. Еще хочу от себя отметить, пока игрушка у нас запускается. То, что смартфон ведет себя максимально корректно. То есть, придраться к тому, как он работает, невозможно ни при каких условиях. Ну, то есть, если вам кто-то скажет, что все плохо, не верьте. Вот по-серьезски не верьте. Как в случае с OnePlus One, работает смартфон очень стабильно, очень быстро. И вы даже нагрева на нем добиться сможете только при условии... Я, кстати, смог его все-таки разогреть достаточно сильно. Я прогнал на нем 5 раз Antutu Benchmark. Реально, после этого он разогрелся. 5 раз Antutu Benchmark. Я не знаю, что нужно на нем запустить, чтобы превратить его в более-менее горячее устройство. В случае с обычным использованием таких моментов у вас не будет. Как видите, фреймрейтик более чем достойный. Это, походу, честный 60. И, кстати, настолько быстро работающую GTA, по-моему, вообще нигде не видел. Вау! Так, вот тут у кого-то что-то запустилось. Ну, ладно. Успеем, ответим. Давайте посмотрим на другую историю. Вот запустим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Пусть покатается. Посмотрим. Да. Нет, ну, на самом деле, то есть, как бы, ничего не тормозит. И даже у Samsung, наверное, какие-то траблы у меня были на Galaxy 6 Edge Plus. А здесь их нет. То есть, телефон работает, и правда, хорошо и стабильно. Ну что, потушим дисплейчик. Давайте будем как-то резюмировать итог по поводу самого обзора. Что получилось у OnePlus 3? То, что здесь отличный корпус. Да, он, может быть, не совсем оригинальный, немножко потерял свое уникальное лицо и материалы, но при этом он безумно приятный и качественный. Здесь есть свои фишечки, вот, вроде как, уже всем привычные с вот этой штукой. Есть своя операционная система с прикольной уже ныне теперь оболочкой и, в общем-то, определенными дополнениями по настройке. Кстати, я вот забыл вам показать то, что здесь у нас есть замечательная история в настройках с дисплеем. Давайте сразу покажу, потому что я уверен, вы будете спрашивать по поводу этого. Да, у нас, понятно, есть спящий режим, у нас есть несколько тем, есть темная, есть светлая. Вот это в оформлении настроек. Ну и, ба-ба-ба-ба, где-то здесь вот у нас есть история, бам-бам-бам. Так, индикация, LED-индикация. Кстати, здесь есть LED-индикатор, его тоже можно отдельно настроить. Господи, вот, калибровка экрана, конечно, я потерял ее. Здесь можно включить SRGB, ну и вручную настроить то, как нам нравится. То есть, ввести в холодный или, например, в теплый цвет, это замечательно. В моем случае, вот, по умолчанию стоит, мне нравится так больше всего. Запас яркости, кстати, хватает очень хорошо. На солнце ничего абсолютно не выцветает. Прям, ну вот, действительно, никаких претензий к смартфону нет и быть не может. Ну и, в общем, вот таких вот мелких фишечек, упрощающих жизнь, их достаточно много. И жесты всякие, кнопочки настраиваются отдельно. То есть, вы даже можете поменять местами функции вот этих самых кнопок, левую и правую. Ну, круто же, согласитесь. Какой еще смартфон нам позволяет это делать? А здесь все изначально из коробки. В общем, мне, на самом деле, смартфон очень понравился за свои деньги. Один из лучших флагманов. Отличная камера, отличное видео с нее. Самое главное то, что здесь, собственно, корпус, приятные ощущения. И он действительно не глючит. Господи, вот, впервые говорю про смартфон, что он действительно не глючит вообще. То есть, он работает настолько стабильно, насколько может. Батарейка держит нормально. Ну, не то чтобы эталон, но, да, лучший китайский смартфон, наверное, сейчас на рынке. Без вопросов. Ну что, не забывайте то, что внизу есть ссылочки на сервис ledyshops.rom. Позволит вам сэкономить немножко на покупки данного смартфона. Получите себе назад 1000 рублей от его покупки на каком-нибудь GearBest и Алиэкспрессе. Алиэкспрессе или любом другом, типа Banggood и так далее. В общем-то, все, что нужно, это зарегистрироваться по ссылке в описании, установить расширение для Google Chrome, опять-таки, по ссылке в описании. И далее у вас кэшбэк будет выскакивать автоматически в правом верхнем углу. Нажали активировать. Окей, получили, собственно, денежки назад в течение буквально пары дней после покупки. Вывели их себе любым удобным способом и наслаждаетесь каким-нибудь чехольчиком или чем-то другим. Да просто деньги себе вернули назад от покупки. Пусть будет в минус хотя бы 1000 рублей от стоимости, в общем-то, не самого дешевого смартфона из-за китайской собратьи. Ссылки есть в описании. Ну что, ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал, внизу есть кнопочка, шарим данное видео у себя в социальных сетях и пишем мне, что же вам нравится, не нравится OnePlus 3 и вообще, как вы относитесь вот к такому вот интересному смартфончику. Мне безумно понравился. Один действительно из лучших вообще смартфонов, которые я щупал в этом году. По-хорошему, крутая штука. На этом, наверное, буду прощаться. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok